Друзья, всем огромный привет! Продолжаю обзор своих полочек цветочных. С вами мы уже посмотрели вот эти вот раз, два, три, четыре, пять. Сегодня посмотрим две нижние и то, что стоит около стеллажа. Видите, моя красавица ходит в колпаке, в кукошнике, как мы называем, потому что она опять наелась всякой гадости и опять у нее аллергия. Когда аллергия, она себе расчесывает шею, короче, расчесывает. Но пока я еще далеко не ушла, хочу вам показать вот такую сау. Это давно-давно мне дарили на день рождения, ручная работа. Я очень люблю вещи, которые сделаны руками. Мне кажется, в них есть жизнь. Такая красавица. Шляпка у нее, в общем, она вся такая классная. Ну, фокусируйся. Вот. Ну, да ладно. Давайте начнем. Я их сейчас намыла, растения, потому что были у меня такие пыльные, грязные. Вот намыла их, решила сразу заснять. Это филодендрон краснеющий. Одно время хотела от него избавиться. Здесь, в горшке, очень много черенков. Поэтому, наверное, вот такие мелкие листики. Были бы, наверное, был бы один черенок, был бы... Иди отсюда попой встала своей. Был бы, наверное, покрупнее лист. Но так вот, как он неприхотливый, вот он у меня стоит здесь, светлый мод от лампочек, то, что достается. Ну, и... Стоит и стоит. Будет мало места, я от него избавлюсь. Так, так, пошла мадам. Вот у нее, видите, здесь раночка. Вот. Расчесала себе-то здесь, уже зажила. На шейке еще осталось. Все, иди сюда. Монстера. Альба моя красоточка. Я ее... Много черенковала в прошлом. В прошлом или позапрошлом году, я уже не помню. В этом году точно не черенковала. Оно у меня стояло в другом месте. Но сейчас вот уже несколько месяцев стоит тут вот, около стеллажа. Здесь два череночка у меня. Так, не сказала. Я его приобрела себе подарком на день рождения. Междуузлим. Вот тут даже видно. В 2018 году. Снимала много действительно черенков. И здесь два растения. Хочу сразу показать. Смотрите, какой ствол полосатый тут. И второй черенок, который был именно материнский. Менее полосатым. И также на нем отличаются сами листики. Вот один, который полосатый, вот пестренький. У него и все листочки пестрые. Такие пеструшки-пеструшки. Вот какой лист с этого растения не возьми, он везде вот такой вот пестрый. А второй, который менее, вот этот вот, он здесь больше как по половинке. Так. Вот лист, видите, по половинке. И вот этот вообще почти что. Такой практически нету. Вот так вот. Хотя вот это, по сути, материнский. Материнское растение. У меня они просто здесь поперепутаны, поперекручены. Видите, на нем уже меньше пестроты. Вот так бывает. Вроде бы одно растение, одни и те же черенки. Может быть, на следующий год я буду срезать вот этот макушечный череночек. Потому что я хочу себе, чтобы прямо у меня было пестрое-пестрое. Вот этот вот. Но сейчас я не хочу в зиму срезать. Вот. Может быть, будет излишек. Но вообще, очень красивое растение. Так, мне. Хочу где-нибудь подальше от розовой лампы. Не очень получается. Дальше. Давайте дальше. Я здесь ползаю на коленках. Филодендрон Биркин. Биркин я резала. Снимала тоже много черенков. У меня здесь. Так, вот она. Пипка. Здесь раз. Два раза я снимала. Вот раз срез. Вот второй срез. Это пошла почечка боковая со второго среза. Здесь у меня еще подсажены череночки. Боковушка. Видите, уже выпустила новый росточек. Это промежуток. Хорошая у него варригатность. Здесь вот макушка подсажена. Ну, чтобы пушнее было. Видите, прям беленький листочек, красивый. Варригатность у него хорошая. Никогда у меня не теряла варригатность. Вообще вот шикарная. Даже не знаю, с какой стороны его поставить, чтобы красивше было. Вот. А здесь у меня мышь сидит, которую мне дочка делала тоже на какой-то день рождения. Это я сейчас все земле измазала. Ой, филадендрон. Сциндап. Нет. Не филадендрон, не сциндапсус, а сингониум. Макрофилон. Я его... Макрофилон, правильно сказала? Классный лист. Такой вообще бархатный. Шикарный. Тоже сейчас искупала. Я его в этом году обновляла. Он у меня уже был такой большой. И вот. Это я ходечки брызгала и доставалась всем подряд. Белый. Поэтому пошла и мыть. Очень красивый лист. Большой бархатный лист. Неприхотливый абсолютно. Здесь у меня, кстати, стоит лампочка. Не самая яркая. Такая слабенькая. Ну, им хватает. Излишек моей бугенвелира пестролистной. Цветет таким розовеньким. Даже два здесь череночка укоренились. Вон, уже корней сколько. Здесь было много приткнуто. Но, видите, укоренялся только вот этот. Вот белую и такую пеструшку могу укоренять. А остальные нет. Не получается. Так. Эписция. Майский полдень. Нет. А, да. Майский полдень. Эписция. У меня есть излишек. Какая-то она такая мелколистненькая. И цветы у нее какие-то мелкие такие. Ну, красивые, блестящие листочки. Бриллиантовые. 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 Ну, колистная. И пицца. Так. Дальше. Хоечку я ее вам в прошлый раз показывала. Достала досталась мне взрослой. С одревеневшим стволом. И я ее тоже черенковала много. Нормально укореняется. Просто когда укореняю, я вот эту шелуху снимаю. Такую прям подчищаю. И тогда корешки нормально растут. Так. Мне кошка пришла, себя будет помогать. Мне идти сюда. В общем, обоват. У меня их две. В кокошнике моя звезда. Так. Этот. Ахименос. Ахименос, походу, собирается в спячку. Потому что... И спячку не отправляю, потому что есть бутоны. Но и уже не поливаю. Так. Ну, как бы редко-редко поливаю. Вот тут вот бутоны есть. Мне кажется, что он уже так готов в спячку. Я не знаю. Мне кажется, что он готов. Хотя полить надо бы. Дальше. Остатки былой роскоши от моих. Папироми. Клузелисная. Джоли, по-моему, называется. Был здесь маленький ростик. Я пока месь мыла, оторвала его. Ну, судьба, значит, будет ветвиться. Очень плохо у меня растет она. Ну, она сама по себе очень медленная. Такая тугодумная. Еще одна пепироми. Так, сейчас, секундочку. Кошку уберу отсюда, то она мне сейчас все снесет. Иди сюда. Так. Еще одна пепироми. Тоже к таким клузелисным относится. Ред моргин. Ред моргин. Ред. Красный моргин кайма. Вот это вот. Красная кайма. Классная. Мне очень нравится. Тоже медленно растущая. Здесь у меня пушный куст за счет того, что у меня здесь их 4 или 5 череночков. Есть у меня в излишке. Ну, по Калининграду без проблем. А уже куда-то уже по весне. Очень красивая. На солнце становится прям такая темно-темно-зеленая. У меня даже такого цвета здесь нет. Немножко камера все равно высветляет. Но она прям... Не знаю, как объяснить. Вот темно-темно-зеленый лист. Очень красивая. Мне даже она больше нравится, чем клузелисная вот эта варигатная. Так, давайте все обратно схожим. Поставим все обратно. Так, так, так. Тихо. Немножко пошуршу. А то у меня кошка придет и сейчас начнет это все хомячить. Ну и закончим вот на этой красоточке. Это обычная деликатесная Монстера. Красивый лист. Я все жду, когда у меня будут резные листики. Видимо, не судьба. Вот этот я кукнула лист сама. А вот этот у меня вот драный развернулся. Вот такая вот. Красивые листики. Большая. Такую Монстеру может позволить только те, которые живут в частном доме. Думаю, для них это самое то. Вот такой у меня обзор. Вот такой обзор. На этом закончим. Моя шальная кошка. Как у меня Стефания. Она сидит такая гордая в этом кокошнике. Стефания приходит и говорит, светлейшая. Вы кушать хотите? Вот наша светлейшая дурашка рваная ушка. Все. Всем до новых встреч. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok